Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем читать и комментировать свиток из сферы. Перед нами девятая глава. В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, в тринадцатый день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. Это самая своеобразная глава свитка, из-за которой в христианской среде к книге достаточно двойственное отношение. Мало того, что во всем тексте не упоминается имя Божие, так еще и прославляются массовые убийства. Безусловно, мерить книгу новозаветной меркой будет совершенно бессмысленно, потому и понадобилось, собственно, воплощение Сына Божия, потому что никакая человеческая праведность не изменяла человека до возвращения в состояние подобия Божия, а лишь более-менее регулировала мрачные и жестокие нравы человеческого муравейника, что как раз очень хорошо показывает данная глава. Так здесь говорится о том, что, в отличие от народов, иудеи не подняли на кого-либо руку из ненависти, но лишь защищали собственные жизни. А далее мы увидим, что они и не воспользуются законным правом над имуществом побежденных, чтобы кто-либо не укорил их в убийствах из-за жажды наживы. Хотя, как мы помним, Аман как раз хотел основательно обогатиться на этом геноциде. И все князья в областях и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мордахеем, ибо велик был Мордахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мордахей поднимался выше и выше. Несмотря на то, что в итоге избавление богоизбранной общины случилось через царицу Эсфирь, в ближневосточном патриархальном сознании Мордахей как мужчина начинает сразу же играть первенствующую роль. Хотя в некотором смысле мы можем сказать, что здесь он выходит из роли серого кардинала и начинает играть свою роль в открытую. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умершвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. Иудейская экзегеза разделяет врагов и неприятелей. И те, и другие враги и неприятели Израиля, хотя, например, в 7 главе Эсфирь используют эти слова как синонимы, говоря об Амане, при этом разъединены. Экзегеты считают, что под врагами упомянуты все вышедшие против израилетян с оружием. Вот они-то и были убиты. Все им сочувствующие, то есть неприятели Израиля, были смирены и унижены. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек. И Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалию, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваезафу, десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. Реальный масштаб происходящего может вполне быть отслежен по указанной цифре. В огромных Сузах, уступавших по численности населению лишь Персиполя, убита относительно небольшая напавшая на иудеев группа, по-видимому, направляемая сыновьями Амана, на которых, замечу, не распространился гнев царя и мести сфири, помнящий слова и языкиля пророка «сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына». Однако они, движимые местью, сами подписали себе и своим родственникам и слугам, которые, скорее всего, и входили в число этих пятисот мужчин, смертный приговор. В тот же день донесли царю о числе умершленных в Сузах, престольном городе. Царю сообщают о количестве убитых, так как именно его последний указ, ну а точнее указ, выпущенный Мордахеем и Эсфирью от его имени, и позволил произойти всему случившемуся, то есть дал иудеям право на защиту. О реализации ими этого права и сообщают самодержцу. И сказал царь царицы Эсфири в Сузах, «Городе престольном умертвили иудеи и погубили пятьсот человек, и десятерых сыновей Амана, что же сделали они в прочих областях царя, какое желание твое, и оно будет удовлетворено, и какая еще просьба твоя, она будет исполнена». И сказала Эсфирь, «Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве». И приказал царь сделать так, и дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. Повесить убитых сыновей вчерашнего всесильного министра, также отправленного к праотцам, это преимущественно акт устрашения врагов общины. Однако в нем несложно увидеть и ноты мести. Столб предназначался Аманом для Мардахея. Теперь же столбы дождались сначала самого Амана, а затем и его сыновей. И собрались иудеи, которые в Сузах, также в четырнадцатый день месяца Адара, и умертвили в Сузах триста человек, а на грабеж не простерли руки своей. Упоминание Суз, города престольного, и просто Суз, равно как и разное количество убитых, объясняется тем, что в первом случае речь идет о Сузах крепости, то есть где располагался царский дворец и дома важных сановников, в том числе дом Амана. Когда же речь идет о просто Сузах, то упоминаются городские кварталы, где жила основная часть городского населения. Таким образом, мы можем сказать, что судя по числу убитых, ненависть к Мордохею и иудеям в среде элит была явно больше, чем среди городского населения. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Здесь цифры выглядят явно завышенными, так как, ну, собственно, ни о каком антисемитизме на тот период времени мы, в принципе, говорить не можем. И, соответственно, сложно предположить, что могло бы сподвигнуть такое количество народа выступить с оружием против своих вчерашних соседей. Ну, если, конечно, это не была элементарная жажда наживы, на отсутствие которой у иудеев регулярно обращает внимание глава. Это было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день всего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собрались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. Здесь мы видим уже не описание самих событий, а объяснение обычаев празднования Пурима, который в городах, обнесенных стенами, и в сельской местности празднуется в разные дни. Сейчас эта разница соблюдается в Иерусалиме, Хевронии и Цфате, где праздник приходится не на 14-е, как всюду, а на 15-е Адара. Подарки – важная часть праздника, присутствующая в нем до сих пор, в них выражается радость и избавление от смерти. Замечу, что празднование отстоит на один месяц и один день, или же на один месяц в случае упомянутых городов от Песаха, от вспоминания о исходе из Египта. Таким образом, истории Иосифа, Эсфири и Мордахея получают и соотнесенность в рамках религиозного календаря. И описал Мордахей эти происшествия, и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратились у них печаль в радость, осетывание в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг ко другу и подаяния бедным. «И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мордахей написал к ним, как Аман, сын Амадафа Вугенина, враг всех иудеев, думал погубить иудеев, и бросал пур, жребий об истреблении и погублении их, и как эсфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве, потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, жребий, ибо на языке их жребий называется Пурим. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя, и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны, и празднуемы во всем роде, в каждом племени, в каждой области, в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей. Иудейская религиозная традиция столь высоко ценит этот праздник, что считает, что в дни Машеха он будет единственным праздником, который продолжит отмечать Израиль. И в этом есть определенная ирония, так как с приходом истинного Машеха Израиля, Иисуса из Назарета Галилейского, богоизбранная община, церковь, продолжила отмечать Песах, Пасху, Шавуот, Пятидесятницу, сохранила в своем календаре некоторые смыслы от Йом-Кипура и Суккота, но полностью забыла о Пуриме. Написала также царица Исфирь, дочь Абихаила и Мордахей Иудеянин, со всей ее настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме, и послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерксова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим, в свое время, какое установил о них Мордахей Иудеянин и царица Исфирь, и как они сами назначали для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Так повеление Эсфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Иронично завершается и все это повествование. Так и не сбылась мечта Артаксеркса о том, чтобы ему быть господином в доме своем. Сначала гордая Вашти предпочла лишиться царского венца, но не преклониться перед сумасбродной волей супруга. Потом хитроумная Эстер повернула дела в государстве так, как считала нужным, и уже сама отсылала письма с повелениями, пусть и не ко всем народам, а лишь к собственному, но также во все 127 областей Ахименицкой державы. Автор текста был явно наделен от Бога достаточно саркастичным характером. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...